Ну что же, всем привет, с вами Фастер Онлайн, и мы начинаем смотреть за второй квалификацией ночевательник, призовой фонд которого составляет 310 тысяч долларов. Это вторые квалификации на закрытые квалификации. Именно с этой квалификацией выходят две команды на закрытые квалификации, которые уже борются за звание топ-1 студенческой команды в СНГ и шанс поехать в город Нанкин, Китай. Итак, призеры закрытой квалификации также получают у нас высокорождение. 800 долларов на команду за второе место и 450 долларов на команду за третье место. У нас первый матч сегодняшнего горового дня сражается команда Деллу против команды Накл Ра. Ну что же, посмотрим, кто окажется сильнее в этой схватке. Мне кажется, все-таки Накл Ра немножечко сильнее, хотя вот уже по пикам ничего и не скажешь такого. В банах находятся у нас Бессмастер, Думнайт, Сталкер, Сван, Энигма, Феникс, Силенсер, Сларк и Магнус. Взяли у нас все под купол, как-то у нас быстро команды распикали. Даже вот сейчас пока забрали себе фейс-возь, бедоктор, герокоптер, шатул, демон. То есть, хороший у них мидгейм, будет хороший, много массовые ультимейты. Купол ставится, Лайстиллер умирает. Здесь же у них по всей видимости пойдет в оффлейн Арксир, Шейкер, Омни Найт, Лайстиллер. Это трипла, ужаснейшая трипла, потому что здесь имеется три миличника. Хотя, вроде бы, более-менее, но три миличника на изи-линии это слишком и слишком много. Нужно добирать хотя бы одного оранжевого персонажа, а иначе можно сейчас просто будет добирать у нас минера. Понимают вот ребята, что из Накл Раш, что у них очень много миличников, поэтому берут Шадоу Демона, герокоптера и прочих персонажей против миличников. Даже вот с Войдом угадали. Потому что Войд очень и очень неприятен всем миличным персонажам. То есть, купол ставится и оранжевой герой ничего не может сделать, не помочь своей команде никак. Вообще ничем, не ударить, не помочь, не закастовать, ничего. Потому что в основном у миличных героев все миличные касты, ну кроме Шейкера, Омни Найт может и все, что похилит и мультимейт повесить, но это уже такой, знаете, второстепенный помощь. То есть, у Мни Найта может и не быть, или у тиммейта ему не может не быть, или же хила может не быть. Здесь вот так вот. Над последним пиком у нас задумались, начали зарасходовать наконец-таки дополнительное время, вот уже минута остается дополнительного времени, вы, кажется, кто-то разглагульствовал. И на пятый пик, то есть, имеется у них два саппорта, оффлейнер, мидер, ой, и оффлейнер, и керри, конечно же. И нужно добирать им мидера. Мидера Разора против лайфстилера, отлично. Понимаю, что Разор миличный, ой, раз что, лайфстилер миличный, а Разор хорош против, в принципе, лайфстилера. Правда, Разор у нас был популярен на мет, наверное, так, три назад. Меты, да, где-то, наверное, меты три назад. Может быть, даже больше. Но с приходом лайфстилера приходит обратно, по моему мнению, и Разор. Поэтому у нас снова в пиках, и мы видим паков, и всяких других персонажей, интересных, которые были в прошлых метах. Потому что просто исчезли неприятные герои. Ну что же, пятый пик от Делло. Кого они возьмут себе? Ну, у них имеется два саппорта. Кор, им нужен также мидер, кто будет противостоять против Разора. Против Разора неплохо заходит, наверное, Квапа. Я даже не знаю, кто против Разора заходит. У нас Разор так давно не пикался, что я и не помню, кто против него хорошо стоит. Знаете, в чем плюс таких персонажей, которых не помнят? Никто не помнит, как и чем против них играть. Ну, решили взять просто ВР, которая хороша против всех. Абсолютно против всех. Ну и, вроде бы даже угадали. Пожалуйста, не вылетай, Дота. Спасибо. Ну, а... Ужас два? Да, не за что мне говорят здесь тем временем. И еще один вылет. Вроде бы вчера у нас вылеты были пофикшены. Но сегодня мы снова вылетаем из лобби. Что же, ждем, пока переподключится. И мы сможем с вами наблюдать за этим матчем. Да. Я возвращаюсь в игру тем временем. У нас как раз таки подходят к концу пики. Разбираю все своих героев. Даже, видно, сейчас баны у нас. Ну, и у команды Делу Алекс Икс играет на Эп Шейкере. Лайт играет на Драк Сири. На... А, не я один, ты искреннефил сам. Ну, понятно. Соул Итер играет на Унинайте. Фодж играет на ВРке. И Алла на Кум. А Алла на Лайфстиллера. Ну, и у команды... На... Как там, господи, у них тоже... Очень странное и очень сложное название. Нахл Ра. Вот, точно. Нахл Ра. Ро 2 5 ЛП. Шадоу Димон. Мист Инстамид Герокоптер. Гулдан Разор. Ай Невер Би Сон Гуд. Господи, и никнейм у него. А Невер Би Сон Гуд. В общем, вызвал свой... Теслайк. Вич Доктор. Ну, и все переподключаются у нас тем временем. Скоро начнется наша игра. И мы сможем усредить за интересной игрой. А, здесь Войт прыгает. Ну, и по пику я вам скажу, что Нахл Ра смотрится немножко сильнее. А лысый Шадоу Димон. Все нормально. В принципе, он и должен быть лысым. Но чего-то не хватает. Не замечаете? Да, чего-то не хватает. С остальными персонажами, по-моему, все в порядке. Ну, и что по звукам? На этот раз звук должен идти лучше. Потому что я настроил свой микрофон. Наконец-таки. Потому что он сбивался пару дней назад. И я его снова настроил. Ну, что же. Отжимается пауза. И начинается игра. ВР-ка. ВР-ка с обычным сетом. Не с новеньким сетом, который вышел в компендиуме. Сейчас закупаются у нас смоки с шейкером. И будут выходить куда-то у нас ребята. Алекс Икс. Не знаю, куда будет выходить. Скорее всего, просто нажмут смоки здесь. Но почему на базе стоят? Минута времени. Слишком поздно, наверное, уже выходить. И слишком поздно также у нас Накл Ра. Выходят со своей базы. Гирокоптер имеет... Ну, в общем, кому что интересно, вот. А я скажу про закупы только мидеров. Разор. Имеет себе в Рейвбенд. По первой доте это маска Разора. Два запольных тангуса. Веточку и файри-файр. И, пожалуйста, давайте без пауз в этой игре. Я не хочу, чтобы игра у нас снова была меньше, чем паузы в ней. Ну и ВР-ка взяла себе два файри-файра и нуль талисман. А мы тем временем ждем, пока переподключится у нас лайфстиллер. Он, в принципе, должен уже скоро переподключиться. Ну вот он и переподключается. Все еще ждем, пока нажмут паузу. Но, в принципе, паузу уже должны отжимать. Да, правда, не спросили, готовы ли они. Ну вот так бывает. Ничего страшного. Чтобы потом еще паузу нажали. Шейкер отжимает паузу. Гирокоптер готов уйти у нас на верхнюю руну. Ну и знаете что? Я понимаю тенденцию не вкачивать какие-то скиллы. Но, когда ты идешь отжимать рун на гирокоптере, ты обязательно качаешь ракеты. Даже если тебе не понадобится, у тебя будет ракет-береж, который тебе в любом потом случае понадобится. Я не думаю, что кому-то придется сбивать ТП с помощью хоумин-мисла. Я не думаю, что тебе понадобится здесь флаг-кэнн против пятерых. Я не думаю, что тебе вообще любой другой скилл сейчас понадобится на первом левеле. Ну вот, ладно, шедоу-демону реально неизвестно, что качать, потому что ему вроде бы можно качнуть и соул-кетчер, и вроде бы дизрапшн, и вроде бы шедоу-поизон. Разор, ну, есть одно из двух, как бы. Вич-доктор может сразу качать баночки. А здесь веренья в СПК в спинах входит. Вот это хитрое решение. То есть, не подождали, пока возьмут руну. Специально тогда затягивали. Или, возможно, случайно Разор подбирает на сверенье руну. Выход на шейкер. Заканчивается у нас сверенья смоки. Гирокоптер, гирокоптер, нажимай свой первый скилл. Нажимай первый скилл, убивай всех. Гирокоптер, гирокоптер. У нас в итоге сейчас умирает. Даже не внес вообще никакого. Домога. Ну что же, забирает у нас Форч Фрюсблад. Достается ему сколько золота? 300 золота. Ну как? Да, 300 золота. И идет он сейчас на центральную линию. Здесь, вовремя, мы поставили у нас обсерель вард, лайфстиллер. Ну, что это было? Лайфстиллер идет на бот. То есть, он шел со своей командой. И теперь отпишка на бот. Ну, ладно. Здесь, если что, все это время фармил гирокоптер, а лайфстиллер гулял. Ну и в итоге, знаете, вроде бы убили гирокоптер, а вроде бы нафармил меньше лайфстиллер. Можно открыть крипстаты и посмотреть, что уже как минимум четырех крипов потерял у нас лайфстиллер. Ну, к тому же, еще и запушил линьо вайдом. Здесь, вовремя, у меня найт. У меня найт разменивается по хп с вайдом. Войд. Ну, войд, это что, просто ставим волком. Ему пофиг. И лайт сейчас тоже может умереть. Да, лайт у нас умирает тем временем. С помощью соло-сампшена, или как называется это? А, это дизрапшен, извиняюсь. Соло-сампшен, это немножко другой. Этот скилл у нас по визажам. И, в общем, ракет барашь его забирают. Тем временем, в миду у нас форч проигрывает по крипам. У меня есть здесь шесть добитых тризанайных у разора. И три добитых всего лишь у варки. При всем при том, что еще форч проигрывает у нас по хп. Фластичка у разора имеется. Так что разор сейчас просто отопьется с нее. Делу Алла. Просто фармит крипов. Войд, тем временем, уже почти что третий левел. А здесь Дарксер только второй получил. Ну вот, войд, опять же, немножко лучше себя здесь чувствует. Вот сейчас еще можно даже подлосхить этого крипа. Да, подлосхищивает этого крипа. Видит, здесь также шекеры начинают с ним еще бодаться по хп. Что это было? Ты сейчас можешь умереть! Ты сейчас можешь умереть, хотя нет, не погонится за ним. Здесь уже у меня найт подходит, если что подкидил бы своего тиммейта. Но вот у меня найт такой неприятный, хотя маны не было. Пришлось бы есть манг, хотя бы я на манга развел. В спину заходит он мне найт. На войда, серьезно. На войда с регеном. Ладно. Был бы пурманшилд. Это было бы бесполезно. Но так все работает. Башик прошел, рандомный Башик. Просто этот рандомный Баш спасает его от умнинайта. У Баш там дополнительный урон 75%. Как будто одна тысячка раз дабл дэмэджа прошла. Эти вреди здесь у нас сбегает Дарксир. Его прячут. И сейчас его просто будут расстреливать под вторым скиллом. И минус должен быть у нас Лайт. Лайт второй раз убивает. Сколько там удается? 20% усиления урона. Солкетчер очень лютый скилл. Минус Фодж. Связан он, правда, с крипом. Но, хотя Гул'дан съедает у нас манго. И нет, Шейкер убивает его фиссуры. Вовремя снился Шейкер. А доставил у нас сейчас Лайфстилера одного на линии. Потому что где-то у нас еще здесь... А, у меня Найт отъехал от Вайда. Ну вот, за свою наглость он поплатился. Неплохой старт от вообще Накл Ра. В полторы тысячи по золоту Накл Ра ведут. И где-то в тысячу по Экспириенсу сейчас будут ввести Накл Ра. Здесь Гул'дан. Ввязает свой третий скилл... Ну, свой первый скилл. Масит этот пауэршот. Хотя, вот, нужно взять Виндран. Высасывает весь дамаг у ВР'ки. С тебя скорвется. И будет сейчас фармить у нас Разор. И ВР'ка остается ни с чем. Может только подласхичивать каким-то пауэршотом. Но там уже Разор готов добивать. У тебя 20 с чем-то атаки. У Минера, по-моему, даже больше. Даже добьется 20 атаки. Так что, ничего страшного. На самом деле ей повезло. То, что Лучка оставила так мало ХП. Приносит у нас что-то уже Шедоу Демона. Это что-то... Это Сапог. И сейчас может еще раз отъехать, наверное. Дарксир. Дарксир. Третьего левела. Кидает щитки. Что у нас по Гирокоптеру. А Гирокоптер без проблем все это фармит. Здесь Воид. Забирает дабл дэмэдж. И делает удар. И башик проходит. И второй баш проходит. И еще третий нужен баш. Просто хитается. Он сейчас Шейкер. Очень больно Шейкер. Минус Шейкер. И пауэршот добивает у нас Войда. Правда, мог он дальше хитаться. Если бы не пауэршот, он бы сейчас еще забрал. Также он Нинайта. Просто с дабл дэмэджем он бил как сумасшедший. Фодж. В меду страдает. У него всего лишь 9 добитых. 1 заданайный крип против 16 добитых и 5 заданайных. У Розора уже 17 добитых. 18 добитых. В общем, все шикарно у нас у Розора. И все плохо у Верки. У него даже не 6 левела. А вот у Розора уже должен быть ультимейт. Но нет. Но нет. Он вкачал Плазмофилд. Потому что считает, что Плазмофилд немножко важнее в этом плане. Но, возможно, он и прав. Потому что ультимейт нужен только когда там какие-то агрессивные мувы уже всей командой. Здесь вот кидает Плазмофилд в Рки. Умирает Шейкер в топе. Дарк Сир с Соу Рингом. И всего лишь 3 левелом. 0-2 у него имеется. В то время как у Вайда 2-1. И сейчас идет у нас хитаться с Умни Найтом или с кем-нибудь. С Лайс Тилером. Ну, это, по-моему, уже фиговая идея с Лайс Тилером хитаться. Отхиливать здесь просто все хп. У него уже есть купол. Нападать на него бесполезно. Но Лайс Тилера, если что, есть чем забирать. Под Солкетчером, под Разором, под Куполом. Так еще, если что, БКБ у него кончится и влетит на него Маледикт. Так что с Лайс Тилером проблем не будет. Да, он будет долго жить, но там слишком много, знаете, тик-темиджей, такой противный скил, как Маледикт просто не даст ему так много отхиливаться. Ставится Абсервер Вард. Видите серию МВидж Доктора. У нас дамаг из ВР-ки. Форж бежит. Задим Гулдан. Гулдан. Выставит аж 73 дамага. И, по-моему, весь дамаг ВР-ки. Нет, остается все 3 дамага. 3 дамага у ВР-ки. И это, думаю, ей не особо нравится. Время, разор. Разор здесь, вот. Вич, Доктор начинает размениваться по ХП. И, с отказочки, разор приходит, и разор сейчас будет делать дабл-кил. И, садись, сегодня Плазма Филд начинает бить по Аликсу. Сюда приходит также еще и у нас Дарксир. Зачем он это сделал? Дарксир сейчас может умереть. Дарксир, кустанов, не того. Денается от нейтральных хрипов. Сейчас должен быть еще и Плазма Филд. Нету Плазма Филда. Пытается сданаться от нейтралов и тычку. И хорошо подлосхитил здесь Гулдан. Немножечко не повезло. Дарксиру хотели, знаете, аж вдвоем. Но, опять же, повезло, что эти крипы вышли очень вовремя. Выход у нас на ВР-ку в топ. Она сейчас будет у нас умирать. Здесь вот Роид 2-5 ЛП. Сид у нас сразу же Кулдаун. И минус Винд Рейнджер. Кидается Фису. Например, сейчас может у нас умереть еще и Мист Инстамид. И нужно бежать. Ему нужно бежать. Сидает он Танго. Бежит дальше. Есть Вижен по Герак... Ой, по Шейкеру. Геракоптер пытается убежать. Дарксир, Дарксир здесь уже в спине. Вешает щиток. Нужно как-то, знаете, аккуратно подлететь, пострелять и помонтить. Но, вот, ложится еще одна Фиссура. И Шэдоу Демон отправляет. Сидает, прячет сейчас в Астрал. Он с Шейкера. И пытается сделать ТПА. Вот если Стан... Стан есть! Но почему не кастует Стан? Зачем? Почему не кастует Стан? Почему он не кастовал? В итоге, что просто отпускает он с ВИЧ Доктор. Шэдоу Демона на базу. Он просто подарил ему жизнь. Подарить жизнь саппорту, который, в принципе, только что убил твоих тиммейтов. Тем временем у нас все-таки умирает Дарксир. Дарксир. Ну, он даже по первому Маликту умирает. Еще тычка залетит. И опа, даже без Маликта. Хотя Гулдану очень больно. Гулдан, Гулдан квинется. Значит, Гулдана подхилить. Гулдан, Гулдан. Тычечка забила его. И счет 4-10. За окном. Похоронный ливень. Прямо реально похоронный ливень. Команды, конечно же, Делу. Потому что они уже проигрывают в 5000 золота. В 4000 экспириенсов на 8-й минуте. Это много. 5000 золота. Это реально много. А что? То есть он кидал отсюда пауэршот. Но Шейклшот по крипу вот так, когда здесь стояла Вич-Доктор. Мне, конечно, я понимаю, что Шейклшот можно даже связать, если что случится. И вот так вот, не знаю. То есть цель будет здесь. Вот кидает Шейклшот сюда. А он там через 3-х крипов связать может. Потому что он нереально горит в ВВР. Это такой просто персонаж, ненавистный мне. Это как Миппа с двумя Драгонлендсами. Или же Алхимик с Экатарином Родианцевым и Монтой. Те время есть... Просто хоть два саппорта, они разбинулись. Шейкер, Шэдоу Демон. Шэкер, Шэдоу Демон. Стоит в центре Варта. Фодж. Бежит. И... Что тут у нас? А у нас... Ничего. У нас ничего не происходит на карте. Здесь вот. Подпушивают. Мид. Разор. Голдан. Бьет крипов. Бьет с удовольствием по сейимости. Что у нас по натворцам? Героев на первом месте. Воет на первом месте! Воет 4 400! Оффлейнер! Первое место! Он выше Разора с двумя убийствами. Понимаете? Два убийства и Разор его и 4 400. Воет! Воет! Что за саппорт его на фидели? Покажите мне их! Ах, да, точно! Ну ладно, на третьем месте. Герокоптер. Ладно. На третьем месте. Герокоптер 113. Дайте я его ник почитаю полностью. Я не буду больше всего о никнейме говорить. Пускай он себе ставит нормальный никнейме. А тем временем у нас Алекс Икс умирает. И да, это кулдаун. И сейчас кулдаун должен просто похоронить его здесь. И кулдаун хоронит Алекса. А тем временем доту, наверное, нужно сделать потише. Я немножко пробный погромче. И ОБС показал, что лучше этого делать не надо. ВРКЗД приходит на топ из кларетки. Но сейчас, по-моему, я же просто размотаю. Два дула. Ну, все. Минус он. Привет. Привет. Беги. Беги, не оборачивайся. Он дал. Я понимаю, все у тебя. Физы, ты бы убежал. У тебя 340 МС. А, у Герокоптера 360. Это же вертолет. Ладно, я как-нибудь ушел. Поэтому он просто решил вот так вот пойти. Неожиданно развернуться. Не знаю, что сделать. Заморожечкой развернуться. Здесь у нас так же лайфстилерно. Лайфстилер грызет вагонетку. Ну, это можно с трудом назвать вагонеткой. Но все же я назову это вагонеткой. А, Владимир. О, это 11 минута плюс ПТ. Я просто ничего не скажу. Я просто покажу вам. Закупала лайфстилер, промолчаю. При этом. И, закупай, да. Отхиливается лайфстилер от войда. Туда стягивается. Вот тут еще. Пошел у нас в временем купол. Кидается в Маледикт. Если рейдж, рейдж есть. Прожимается рейдж. Башек. Залезает в крипа. В крипа чужого. Залезает, кстати. Вот он, этот крип. И шейкер. Шейкер мешает землю. Войт увидел сейчас Алла. Его хилят. Но, по-моему, пофиг. Потому что красочка летает. Красочка делает свои дела. Гул'дан. А Гул'дан высасывает теперь еще и урон. Он мог сейчас просто, знаете, стоять здесь и высасывать урон. А, там уже ладно. Там уже минус 200 урона. Это достаточно. Смотрите. Веркас одного удара. Пожалуйста. Один удар. А, хорошо. Хорошо по вердочке залетело. Беги теперь Гул'дан. Гул'дан, беги и тычечку по нему. И отлично. Ну, почти по тычке скинулся всем. Тычка просто 300 урона 12 минута. Обожаю Разора. Я теперь нашел, кого я буду хейсить в фабах еще больше. Или же самому брать. Потому что Разор это забытый, отличный персонаж. Помнится мне, у нас раньше было три главные боли. Войт, Разор и Скаймак. Они просто всех бессилия. И... Добрый вечер. Добрый вечер. Они возвращаются в нашу доту. Они возвращаются. И я думаю, что я не буду доволен еще патча 2, пока их не пофиксят. Я вроде бы только первый раз за месяц 2 увидел Разора. А уже хочу, чтобы его убрали из доты. Я просто уже представляю, как он будет... Кстати, да, есть кому. Витас скоро в армии. Ну что же, Витас, держись. В армии не всем нравится, но ты там держись. Кидается у нас верением. Шиклшот. Фиссури наложится. Съедается файр-файр. Приходит у нас Разор в спину. Начинает их просто вложить. Начинает вас засывать из Алекса. Подхилить Алекса. Но тот просто сейчас проводит их до дома всех. Минус 1. Минус 2. Здесь лучечка работает. Ой-ой-ой, как больно. А Алекса здесь игрением еще и Soul Eater. Минус 3 размен. В ноль. Фейслос Войт. 11-й левел. Здесь Теслик. У нас будет Теслайк. Ну, Теслайк. Ладно. И Зайцы Глифф на Тир-2 Тауэр. Понимаешь, что никак они не зайдут на хайграунд. Ты... Просто сейчас его снесут. Что-то там по Разору. Ну, ладно. Разор уже нормальный дамаг. Ну, просто против Войда играть было невозможно. А здесь вспомнили про еще одного персонажа. Это Разор. То есть здесь шикарная связка трех героев плюс один забытый герой. Конечно, я понимаю, что Лайфстиллер метовый. Но, знаете, все старые герои сильнее Лайфстиллера. Лайфстиллера раньше не пикали, потому что были вот эти герои. Вот этого героя, ладно. Это не такой страшный герой для Лайфстиллера. Но там тем временем просто... Я надеюсь, вы не слышали эту грозу, потому что... Она как-то очень громко была. Ну, и ладно. Купол. Нам нужен купол. 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 Пожалуйста. Видишь цель, не видишь препятствий. Или как говорит... По-моему, я так говорил. Я вижу цель, не вижу пришпячки. Он стонет, ему сложно говорить. По-моему, это он говорил. Но я могу. Опять же, ошибаться. Фейслес Воид. С Яшей. Он даже решает не делать дайер. Разор. Также с Яшей все собираются в мобильнике, все собираются в МС. Да, все собираются в МС. Виндлейс. Здесь Физы и Яшей. Просто я сейчас открою здесь и посмотрите. Яша и Яша. Где еще одна Яша? А, уже Саша и Яша. Вот он. Виндлейс. Четыре. Артефакты у четырех героев на скорость передвижения. И Войт стоит очень далеко. На самом деле, сейчас ночь. И если встать сюда, то тебя не видно будет. Ну, пока крипов не зайдут. Так что, если тебе кто-то ошибется, неожиданно решит подэффить Тауэр без крипов, то ты можешь без проблем на него поставить купол и со своими воротками просто разобрать. Бьют крипов. И парни заходят на хайграунд. Ну, что же. Ой-ой-ой, офисурит. Но на самом деле, это такая-то офисура. Розор все равно может бить. Добрый вечер. Я Розор. У меня хватает рейнджа. Прячу за теверением герокоптера. Как я понимаю, да, герокоптеры сейчас эти иллюзии будут всех вместить. Мне интересно, если за данный факт в экране, он же отображается в этой списке. Ой-ой-ой, хороший купол теверением подвума. Соспорная кулдангима. Соспорная кулдангима. Соспорная кулдангима. Переключается, кидается кулдангима, минус один всего лишь. И Лайфтиллер выживает. Мы потратили очень много ультимейтов. Потратили, по-моему, четыре ультимейта. И убили только одного. Здесь пошел Слэм. Но ты куда, братишка? Слишком не по шансам. Фоч пытался что-то здесь делать. Казочки, подставляй. Подставляет Лайфтиллер своего тиммейта на вверхе. И еще, к тому же, подставляется сам. Они, по-моему, умирают. Все, потому что сейчас здесь еще и Крепайт его добьет. И прописывают у нас. Ребята, ГГ. Уважаем команду Найкл Ра с победой в этом матче. И входим на небольшую паузу. Потому что впереди у них уже есть соперники. Ну, мы еще не уходим. Здесь матч не закончится, по сути. Похоже, в ФИГГ написали. Ну, еще раз ГГГ. Ну, возможно, просто разногласия в команде. Минус. Ну, унитаз. Еще минус. Вторая постройка. Ну, колодец. Кто как привык называть. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упили. Хорошо. Гул'дан. Гул'дан со всеми хитается. Ему помогает. Долженство Фиссурина. Гул'дан подрубает тиммейт. Кидает. Ну, просто пуржом. Снимает у нас все с Верки. Высасывает у нас просто. В Астрале высасывает. Господи, Габен. Плиз. Пофикси это. Здесь Верка у нас сейчас. Можешь умереть. Минус Верки. Идет сейчас дальше Гул'дан. Гул'дан минус один. Гул'дан минус два. Давай, Гул'дан. Пичку. Отлично. Здесь Аллу. Его хостуют. И Аллу не догоняет Гул'дан. Хорошо поступил у нас. Теслаек Алла. Алла сейчас должен умирать. От бешеного диммажа Розора. Хотя вот сейчас будет у него еще и минус диммаж. Теслаек живет. Высасывает у нас теперь на этот раз. Из-за форджа деммаг. И давай, 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 давай. Убивай. Подрубай. Пазмафилд. Минус фордж. И Алла. Нет. Отпусти его. Из спины сейчас выходит в Лайт. В спину Алексу. И минус... Алекс и минус Лайт. Откриньте. Я не знаю. Там записывайте. Минус. Ай-яй-яй. Здесь забрали вещь, доктора. Просто играются. Гадлайк. Трипл килл. Двенадцать два. Странный Пурш. Пурш ушел под землю. Вусасывает еще из Аллы. И БКБ. Но БКБ не спасает от купола. От вусаса среди медмага. Призывается некрономиконы. И некрономиконы бегают под куполом. И это буйство от Глдана. Прописывают еще раз. ГГ у нас Деллу. На этот раз, наверное, финальная ГГ. А, ну... На самом деле, мне не нравится, допустим, что твои ГГ. Ну, либо играйте до конца. Либо не фейкуйте. Ну, вот и... Ломается трон. Поздравляем мы, как я уже говорил, на кого раз. Победа в этом матче. Они проходят дальше. А мы уходим на небольшую музыкальную паузу. Победа в этом матче. Победа в этом матче. И видите, подuration mente. Победа в этом матче.